Машенька, доброе утро! Вставай! Уже очень много времени и у нас сегодня незапланированное видео! Доброе утро, котенок! В комментариях подписчики очень просят поуправлять твоим днем, а сегодня у нас как раз выходной после школы. Давай порадуем наших подписчиков и спросим у них, готовы ли они сегодня управлять твоим днем. Давай! Ты давай вставай, умывайся, одевайся, а я пойду готовить завтрак и мы спросим у подписчиков, что тебе скушать на завтрак? Ты готова? Ну что, начинаем видео, о котором попросили наши подписчики. Поехали! Я уже умылась, причесалась и оделась. А теперь я буду кушать. И мне интересно, за что же вы проголосовали? За хлопья или за блинчики с разными джемами? Смотрим. И подписчики проголосовали за блинчики. Окей. Так что хлопья ест мама. Да, придется мне теперь завтракать хлопьями с молоком. А Маше приятного аппетита! Спасибо! Но это еще не все. Мы спросили у подписчиков, что тебе на десерт скушать. А для десерта был вот такой выбор. Фрукты или тортик? Фрукты у нас это бананчик и хурма. Очень-очень вкусная и полезная. Нет? Нет? Ты хочешь, чтобы проголосовали за тортик? А, тортик у нас вот такой вот нежненький, клубничный и очень-очень, я думаю, вкусненький. Как ты думаешь, за что они проголосовали? За тортик? Итак, смотрим. Да, они проголосовали за тортик. Мам, а фрукты сегодня ешь ты? Ха-ха-ха! Ну, конечно, за что не проголосовали подписчики, для тебя буду есть я. Так что сегодня подписчики управляют не только Машиным днем, но и Маминым. А еще мы сегодня задали вопрос, что тебе пить? Облепиховый, вкусный, полезный и витаминный чаек. Который, наверное, будешь пить ты. Ну, сейчас посмотрим, может быть, ты его будешь пить. И вот такой вот черный чай с бергамотом, который мы обычно пьем по утрам. В такой вот кружечке YouTube. Смотрим, за что проголосовали твои подписчики. И они проголосовали за черный чай. Ура! И что это получается? Да. Опять облепиховый чай достается мне. Я на самом деле очень люблю облепиховый чай. Жалко, что подписчики не проголосовали за то, чтобы этот чай достался тебе. Спасибо, подписчики, что проголосовали не за него. Маша его не очень любит. Всем приятного аппетита. Пока я кушаю, вот вам следующий вопрос. Когда мне сделать уроки? Утром, сразу после завтрака? Или же вечером? А после завтрака куда-нибудь сходить, повеселиться, погулять? Ведь сегодня выходной, а уроки подождут. Пока Маша кушает, вы голосуйте. Проголосуйте, пожалуйста, как я хочу. Так, я уже поела, а теперь давайте посмотрим, за что вы проголосовали. Ну? Может, подписчики проголосовали делать уроки сейчас? Значит, идем делаем уроки. Но прежде чем сделать уроки, нам нужно погулять с собакой. Кому идти гулять с собакой? Мне или Маше, давай отправим в сториз, чтобы подписчики проголосовали. Если вы меня оставите дома, а с собакой пойдет мама, то я найду себе занятие. Покажу. Итак, смотрим, за что проголосовали твои подписчики. И они проголосовали, что с собакой идешь гулять ты. Вперед собираемся. Ну ладно, ваше желание для меня закон. И у меня есть к вам еще один вопросик. У нас есть вот такие три шарика. И вот в чем вопрос. Эти шарики выпустить в небо и посмотреть, как они красиво летят. Или раздать трем деткам. Голосуйте. Ну вот мы уже пришли в парк. Мила довольна. И вот шарики, с которыми тоже нужно решить, что сделать. Или мы их будем выпускать, или мы их раздадим деткам. Какая хорошая у нас сегодня погода. Хороший день, чтобы проводить его на свежем воздухе. На прогулке с собакой прогулкой управляют не подписчики, а прогулкой управляет наша Мила. Куда идет наша собака, туда идем и мы. Мила встретила друга. Ну что, Маша, а теперь давай посмотрим, за что проголосовали подписчики. Что нам сделать с этими шариками? Выпустить их в небо или раздать деткам? Итак, смотрим. Вы проголосовали, чтобы выпустить. Вы проголосовали, чтобы шарики выпустить. Мы думали, вы проголосуете, чтобы раздать их деткам. Ну что, выпускаем? Давай. Отпускай и загадывай желание. И вот полетели шарики. Класс. Смотри, как они высоко уже летят. Все, твои шарики уже улетели. А теперь идем делать уроки, как проголосовали твои подписчики утром. Пошли. Так, уроки я сделала, портфель почти собрала. Только я вот не знаю, мне взять личную литературу или вне классное чтение. Мы уже спросили, это у подписчиков. И давай сейчас посмотрим, за что они проголосуют. Тот учебник мы и возьмем. Надеюсь, мы вместе с подписчиками угадаем и положим тебе в рюкзак правильный учебник. Так, смотрим. И подписчики проголосовали за обычную литературу. Давай, складывай этот учебник в портфель. Я надеюсь, мы правильно выбрали. Я надеюсь, подписчики тебе правильно подсказали. Ну вот, наконец-то я сделала уроки и собрала портфель. Уже день свободный. Уроки все сделаны. Собаку мы выгулили. О, уже обед. Ой, а давай спросим у твоих подписчиков, где нам обедать. Дома или же в Макдональдс. Спросим у подписчиков, как они решат, так и будет. Ну что, куда мы идем с мамой обедать, мои любимые? Давайте, может, останемся дома, поедим домашнюю вкусную еду. А Маша хочет в Макдональдс. А Маша хочет, смотрим, сториз. Ест! Макдональдс. Идем кушаем хэппи милл или какую-то, я даже не знаю. А давай спросим, обычное нам взять меню или хэппи милл? А мы пока будем ехать в Макдональдс, вы скажите, Маше взять обычное меню или детское? Хэппи милл. Давайте, голосуйте. Мы уже отправили сториз в инстаграм, а сами направляемся в Макдональдс. Ну да. О, нет. Мы уже пришли к Макдональдсу, а теперь смотрим, за что вы проголосовали. Хэппи милл или обычное меню? И что? Хэппи милл. Хэппи милл, класс. Ты довольна? Да. Ну что, идем покупать. Вот такие вот хэппи милл сегодня есть. Ну что, начинаем распаковку хэппи милл? И что у тебя внутри? Чизбургер горячая, картошка фри. Какая там игрушка? Мордов. И вот такая вот игрушка. Давай открывай, посмотрим, что это такое. Вот такой вот кубик-рубик, да? Легкая версия. Только синий и зеленый. А нет, по бокам. С одной стороны желтый, с другой стороны белый. И нарисована собака, а с другой стороны нарисована кошка. Очень сложный кубик-рубик. Вот такие вот могут быть кубики-рубики, а у нас такой с собачками вот такой. Ну что, Маш, тебе приятного аппетита. Спасибо. Я так наелась, что еле хожу. И теперь нужно сбрасывать калории, Маш. Ты не следишь за своей фигурой? Я же имей аккурат, что я слежу. Поэтому я сейчас хочу вас спросить, на чем мне поедешь, чтобы сбросить калории? На велосипеде или на самокате? Голосуйте, мы уже добавили этот опрос в сторин. Ну и знаете, большинство, за что я проголосовала? И как вы думаете, смотрите рядышком, конечно же, за велосипед. Покататься на велосипеде. Хорошая погода, поэтому можно позаниматься немножечко спортом. На своем любимом велике. Ну что, погнали? Пока я катаюсь, голосуйте. Что мне выпить? Чаек или, может быть, какао со сливками? Голосуйте в Инстаграм. Итак, смотрим, за что вы проголосовали. И мы едем покупать какао со сливками. И карамель. Такое было, просто супер. А теперь давайте посмотрим, как вы проголосовали. Пойти мне погулять с подружкой-блогером или нет? Вам вообще интересно, что это за подружка-блогер у Маши? И с кем она собралась погулять? Давай посмотрим, как проголосовали твои подписчики. Все проголосовали, чтобы гулять. И мы сейчас пойдем гулять с нашей подружкой, которая сразу же, как только Маша ей говорит, пошли погуляем, сразу соглашается. Очень рада, когда Маша с ней гуляет. А еще она готова гулять в любую погоду. В любое время года, в любое время дня и ночи. Лишь бы с Машей. А знаете, кто эта подружка-блогер? Кан и Мила Лана. Это наш блогер. У которой 6 тысяч подписчиков. У нее 6 тысяч подписчиков на ее YouTube-канале. Он называется Кан и Мила Лана. Так что, если вы еще не подписаны и не знали, что у Маши есть еще один блогер, то подписывайтесь на ее канал. Ссылочку мы оставим в описании. Да, а теперь идем гулять. А стоп, я пошутила! Сейчас мы пойдем переоденемся и пойдем гулять с нашей подружкой-блогером. И увидите это через секундочку. Привет! А вот и наша подружка-блогер, любимая мисс Николь. А теперь мы вам передаем приветики. Привет! Все, мы идем гулять. А всем, кому понравилось это видео, поставьте лайк и подпишитесь на мой канал Наша Маша. И на канал Мисс Николь. И всем пока-пока! Пока! А всем пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok